Всем привет! В этот раз я вам покажу интересную гарнитурку для ПК, которая отрабатывает каждый вложенный в нее рубль. Итак, это у нас SteelSeries Siberia 150, то есть это штука, которая попадает в относительно бюджетный, на самом деле, сегмент гарнитур по современным меркам, но при этом, несмотря на хорошую цену, доступную цену, выбрала в себя, наверное, максимум из того, что может предложить сейчас гарнитура. Это и отличный микрофон, и куча, на самом деле, дизайнерских решений, которые с практической точки зрения интересно обыгрывают, и, в принципе, с железной, кстати говоря, тоже неплохо себя показывает. То есть то, что они большие, здесь инженер не обманули и добавили достаточно правильные вещи. Что любопытного? Ну, давайте отложим коробку в сторону, потому что коробка это все прикольно, но возьмем в руки саму гарнитур. Прикольно то, что уши достаточно легкие, то есть по факту вы можете видеть, что здесь у нас есть маркировка левый-правый наушник, все визуально выполнено вот таким вот оранжевым цветом, внутри амбушюры, если мы приглядимся, тоже с оранжевыми вставками, вот, да, вот так вот вам виднее. Ну и, конечно же, здесь есть светодиод, который, соответственно, подсвечивает вот такую вот боковую окантовочку у каждого наушника. Есть приложение, которое называется SteelSeries Engine 3, и в нем вы можете настроить вот цвет данного LED-индикатора в RGB диапазоне. То есть что это значит? Это значит, что цвет, по факту, может быть любым абсолютно. Сейчас вот я его меняю, и даже оттеночек, в принципе, должен меняться. И вы видите, что вы сможете настроить так, как вам надо, может быть подсветку вашего системного блока, а может быть просто под настроение так, как нравится именно вам. Здесь уже никто никого никак не ограничивает, абсолютно только ваша фантазия важна. Также здесь есть эквалайзер, и есть как при установлении эквалайзера, так и самому ползуночке можно подрыгать. Ну и, конечно же, автооптимизация микрофона здесь тоже присутствует. Если будете использовать, очень хорошо работает функция, я думаю, стоит ее задействовать. Ну а вот из стандартных настроек есть и баланс, представление, покружение, развлечение, ну и, конечно же, музыка и голос. Здесь все будет настраиваться в том ключе, в котором нужно, и мы приходим, наверное, к самому важному, как эти уши звучат. Данная гарнитура звучит, ну вот, великолепно сказать, на самом деле соврать. Она звучит гениально, в прямом смысле этого слова. Да, на самом деле великолепно, и это абсолютно универсал на все 100%, очень мягкие амбушюры. Они есть выполнены под кожу, это замечательно. Хороший корпус, мягенькая вставочка, отлично сидят на голове. Но при всем при этом, когда вы их одеваете и включаете музыку, вы понимаете, что это одни из лучших ушей, что вы слышали в своей жизни. И звучат они намного больше денег, чем вы за них заплатили. Возможно, это не опыт какой-нибудь там PM1 или что-то в этом духе. Нет. Это абсолютно там не маршалы или что-то в этом духе. Это именно идеалистичный, такой мягкий, обволакивающий, объемный звук. И если, например, запустить флаг, то вы почувствуете, что у вас как будто певец поет специально для вас где-то рядом с вами. И это как раз пример того, как должны себя, собственно, вести наушники достаточно хорошего премиального класса. Здесь же у нас игровая гарнитура. С играми опять проблем никаких нет. Нет, кстати, я подключал эту штуку к PlayStation 4 и неожиданно она заработала. То есть PlayStation 4 поняла, что это USB гарнитура. Сказала, вообще окей, микрофон вижу, все хорошо, все работает, звук вывожу, все тоже замечательно работает. Да, официально я нигде не нашел подтверждающей информации, что она сертифицирована для работы с PlayStation 4. Но по факту она работает, что я не могу умолчать. Ну и понятно, с ПК-играми здесь никаких проблем нет. Что касается интерфейса подключения, то здесь у нас USB only, полноценный USB. То есть вы втыкаете в полноразмерный USB и получаете звук по максимуму. Это дает свои плюсы, потому что и фантомное питание здесь может идти больше, ну и параллельно с этим здесь стоит своя небольшая звуковая карта, которая дообрабатывает звук, за счет чего мы и получаем столь красочные и интересные вариации. На мой взгляд, это самый правильный момент, потому что звуковая карта вашего компьютера, скорее всего, не такая хорошая. Ну, может быть, у вас конкретно и хорошая, но в большинстве своем в усредненном ключе все-таки она будет уступать. И в случае, если мы посмотрим на вот такое решение, то это как бы универсал. Здесь у нас все хорошо. Любопытно то, что с дизайнерской точки зрения все это замечательно. Уши не потеют. Мои уши помещаются внутрь совершенно свободно. Нет полной шумоизоляции, но она достаточно приличная, и в этом плане дискомфорта вы не почувствуете, особенно когда будет играть музыка, все у вас будет замечательно. Если мы нажмем на вот такую вот кнопочку, то в итоге услышим звуковой сигнал, или двойной, или одинарный, и, соответственно, у нас вкл-выкл микрофона. Так что микрофон у нас находится вот здесь, вот эта вот маленькая такая вот пипочка, которая торчит. Микрофон хорошо улавливает голос, никаких проблем с ним нет. Это для мультиплеерных баталий самое оно. Ну и быстро включить его и отключить можно буквально вот просто по нажатии на наушник, и в моем человеческом, общечеловеческом понимании это очень удобный интерфейс для управления. Ну и, конечно же, наверное, визуалити. Если такие ушки повесить рядом с вашим компьютером, с каким-нибудь жидкостным охлаждением и правильной подсветкой интересной, явно они впишутся. При этом много денег тратить не придется. Вот я, честно говоря, когда начал тестировать Сайберию-150, все в голове держал мысль, наверное, где-то есть подвох. Я почитал отзывы, все клево, все такие, вау, круто, это отличные уши, они хорошо звучат с музыкой, они хорошо звучат с фильмами, они отлично звучат в играх, прям фактически эталон, за не очень много денег, вот как-то так. Ну, я думаю, ну, наверное, где-то есть подвох. И вот в итоге используя эти уши почти три недели, и подвоха так и не нашел. Видимо, его все-таки нет. Увеличение. Да, возможно, вы можете раздвинуть наушники, даже под самую, по-моему, огромную голову они подойдут. Наверное, из конструктивных минусов могу выделить то, что вот эта вот каркасная часть, она все-таки пластиковая, чисто теоретически сломаться может. Но потому что вот ничего не болтается, не люфтит, не знаю, когда она у вас сломается. Может, через год, может, через два, может, вообще никогда не сломается. То есть это вот момент именно такой, практический. Ну, естественно, никаких беспроводных интерфейсов здесь не предусмотрено, просто очень удобная компьютерная гарнитура, подключаемая по USB. И с вот такой вот RGB-подсветочкой по контуру на обоих наушниках, очень хорошо сидящая на голове. Сиди, они очень мягкие, ничто не сжимается, ничто не напрягает, они очень легкие. Я, по сути, вообще даже не чувствую, если бы мне немножко не глушил сверху мой слух, то вот когда я их просто одел, то я бы, наверное, не почувствовал. Плюс мне нравится то, что здесь один кабель из одного наушника, что тоже немножко решает больше, потому что не нужно вот этих вот двойных вещей, которые меня лично очень сильно раздражают. Здесь все решили. Ну и кабель тоже достаточно длинный, я так понимаю, он метра полтора, что укладывается в пределы разумного. Ну, естественно, можно использовать переходник, если вам это действительно нужно. Что касается здесь любопытных вещей. Кожаный амбушюр вот здесь написан, я, кстати, тоже прочитал неплохо. Они действительно лучшие игровые наушники, вот здесь написано, в своем классе. В своем классе аналогов им нет. Если вы возьмете более, конечно, по старшей модельке, там свои навороты, свои плюсы, свои решения, и по-своему они там будут выигрывать у конкретно вот этих. Ну, реально, вот стил сериас. Вы реально безумно крутые чуваки, потому что за не очень много денег вы продаете по-своему эталон. Эталон в определенном ценовом сегменте. Так что я вам советую обратить самое пристальное внимание, если вы задумывались о покупке ПК-гарнитуры для игр, для фильмов, для музыки. Такое универсальное решение, которое будет с вами всегда и везде. И действительно будет качественным, хорошим, без каких бы то ни было нареканий. На этом, пожалуй, все. Я не буду вам разглагольствовать что-то большее, я не буду рассказывать вам какие-то вещи, которые совершенно не нужны, технические характеристики. Ссылка есть в описании. Переходите, читайте сами. Зачем я буду нагромождать цифрами мозг? Главное, мои эмоции. Ребят, я с этими наушниками дальше жить буду, потому что они мне безумно сильно понравились. В них монтировать одно удовольствие. Музыку слушать одно удовольствие. Фильмы смотреть одно удовольствие. Выграть в них даже на плойке одно удовольствие. Что я еще могу желать? Ну, наверное, чтобы они мне варили кофе. Ну, ладно, с этой задачей справлюсь я сам. Огромное спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на канал. Кнопочка есть в описании. Ставить большие пальцы вверх. Такие вот прям серьезные, большие пальцы вверх. Ну, и, конечно же, шарить данное видео у себя в социальных сетях. Рассказывайте сами, друзья. Может быть, именно им нужна такая гарнитура. Они еще про нее не знают. Ну, и переходим по ссылке в описании. Читаем там подробные характеристики, чтобы вы не говорили, что я какие-то там вещи вам недорассказал. Для этого есть сайт производителя. Действительно, чтобы рассказать характеристики. А тут важны мои впечатления, насколько круто они звучат. Они безумно круто звучат. Прям одно удовольствие. На самом деле, не прогадайте. Пишите ваше мнение в комментариях. Не подумайте, что мне заплатили. Просто, наверное, одна из лучших гарнитур, что я видел. А я видел огромное количество гарнитуры. И, в принципе, вот пока с этими ничто не сравнилось. Может быть, услышу что-то еще и сравниться. И я вам скажу, окей, это было не очень, есть намного круче. Ну что, всем спасибо и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok